В настоящее время в нашем университете реализуется около 100 образовательных программ разного уровня и форм обучения. Безусловно, прежде всего, это профильные наши направления, такие как строительство, архитектура, дизайн. Но и среди них я бы мог выделить, может быть, и те уникальные программы, которые реализуются далеко даже не во всех строительных университетах. Прежде всего, это специализация строительства уникальных зданий и сооружений, которые у нас реализуются по двум профилям. Это строительство большепролетных и высотных сооружений. И второй профиль – это строительство гидротехнических сооружений повышенного класса опасностей. Как мы видим, даже для нашего региона применение специальных знаний по этой специализации в настоящее время очень актуально. У нас есть и гидротехнические сооружения, у нас ведется строительство общественных сооружений большепролетных, ведутся работы по освоению подземного пространства. Поэтому вот эта специализация, она действительно востребована и очень уникальна. Особо хотелось бы отметить ту школу дизайна, которая на базе нашего университета готовит молодых дизайнеров в области промышленного дизайна, в области графического дизайна, в области дизайна интерьеров, дизайна предметной среды. Далеко не каждый вуз, ну и прежде всего строительный вуз, может позволить себе реализацию таких уникальных образовательных программ. Не могу не остановиться на архитектурной школе, которой уже более 50 лет и которая готовит выдающихся архитекторов, среди которых вот такие есть фамилии, как Харитонов, он был главным архитектором Нижнего Новгорода. И начиная с 1993 года он кардинально изменил принципы городостроительной деятельности, особенно в историческом центре Нижнего Новгорода. Рыбин Олег, который был и главным архитектором Нижнегородской области, и был заместителем главного архитектора города Москвы и в Санкт-Петербурге. Ну и безусловно, вот конечно, тот потенциал, который закладывает в них наша архитектурная школа, я имею в виду выпускников, позволяет им достаточно профессионально в дальнейшем выстраивать свою уже карьеру. Безусловно, неотъемлемой частью образовательного процесса является прохождение практики, которая в целом нацелена на привитие практических навыков и умений по осваиваемым дисциплинам. В этом отношении у нашего университета заключены более 160 договоров с организациями-партнерами, на которых наши студенты могут проходить практику. Это и различные проектные организации, это и организации, которые занимаются непосредственно строительством гражданских зданий, промышленных объектов, зданий общественного назначения. Это и предприятия, которые занимаются дорогами, это и органы власти, ну и целый ряд других организаций, где уровень профессиональных компетенций наших ребят хорошо сочетается со спецификой их работы. Ну и безусловно, как правило, вот эти же места практик, они в дальнейшем являются потенциальным местом для успешного трудоустройства. Ну и в настоящее время мы данную работу не останавливаем, постоянно мы встречаемся с потенциальными работодателями, демонстрируем свои возможности, предлагаем своих студентов. И вот количество мест практик в настоящее время, оно увеличивается. Студенты также наряду с нашими известными проектировщиками принимают участие в работах по береговому укреплению. Мы, в частности, делали береговое укрепление стадиона в Нижнем Новгороде, который к чемпионату мира 2018 уже введен в эксплуатацию. Мы готовили проект берегового укрепления в городе Саранск, опять же, в рамках строительства стадиона к чемпионату мира. Ребята там также принимают участие. Внеучебная жизнь, она очень насыщена у студентов, и меня иногда удивляет, а когда же у них хватает времени на их основную деятельность, на обучение. Но специфика, наверное, нашего университета такая, то, что у нас творческая атмосфера. И эта творческая атмосфера, она настолько заражает, заряжает ребят, то, что они не могут оставаться безучастными к тем процессам, которые проходят в ВУЗе во внеучебное время. У нас в университете действует большое количество различных студенческих объединений. Это и танцевальные коллективы, это и настоящий Нижегородский студенческий театр, это и вокальные коллективы, это есть и архитектурная детская школа, ну и много-много другое. Развивается структура студенческих отрядов, и здесь хотелось бы отметить не только строительные отряды, но это и педагогические отряды, это волонтерское движение, которое также набирает обороты. Ребята принимают участие во многих благотворительных акциях по сбору средств для больных детей, для детей, которые остались без попечения родителей. Ну и самое, что, наверное, интересное, их не приходится к этому подталкивать. Вот, наверное, самое главное отличие, как я всегда говорю, наших ребят, наших студентов от другой молодежной среды. Все это выполняется по собственному желанию, от чистого сердца, с душой, с энтузиазмом. Ну и мы стараемся все вот эти их пожелания или там вот желания самореализоваться в каких-то направлениях деятельности поддерживать.